Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Денег больше уходит, чем приходит. Отрицательная сальдо страны причины и следствия. 150 лет со дня рождения патриарха. Абаза ТВ к этой дате запустила цикл видеозарисовок на стихи. Цитата Дмитрия Гулия. У молодого студента синдром Стендаля. Спутник рассказали о предстоящей премьере романтической комедии «Только не падай». Трансграничный оборот денег через банковскую систему Абхазии в 2023 году составил 143 миллиарда рублей. Приток денег составил примерно 72 миллиарда. Отток – 72,8 миллиарда рублей. Таким образом, сальдо отрицательной составляет 2,6 миллиарда рублей. Насколько это плохо и плохо ли вообще, что из страны уходит денег больше, чем приходит, разбиралась Марьяна Котова. Когда денег уходит больше, чем приходит, это плохо. Об этом знает каждый, кто когда-либо зарабатывал и тратил деньги. Но оборот денег в стране совсем не то же самое, что оборот в отдельно взятом кошельке. Тем более, как говорят банкиры в Абхазии, ситуация такова, что не все деньги, которые формально были перечислены с абхазского банковского счета на российскую карту, ушли. Не факт, что все эти деньги, как говорится, ушли из республики. Потому как там присутствует сумма, это около 13 миллиардов, которая составляет денежные переводы без открытия счетов. В этой сумме из 13 миллиардов около 9 приходится на Российскую Федерацию. А в этой сумме, где-то около 50-60 процентов, приходится на пополнение карт. Все мы являемся держателями карт МИР, Тинькофф, Сбербанк, Виза, Мастеркарды, различных международных платежных систем. Поэтому, соответственно, когда мы пополняем у себя здесь в Абхазии посредством внесения денежных средств через кассу банка, эта операция проходит по корреспондентским счетам в России. Соответственно, не факт, что эти деньги вообще ушли из Абхазии, а они в дальнейшем использовались уже либо здесь, либо для оплаты различных товаров и услуг за пределами. Проще говоря, если вам на счет поступила зарплата, но вы решили, что хотите воспользоваться картой, например, Тинькофф, банка, и перевели средства на нее, то выглядит это как отток денег за границу. Даже несмотря на то, что большую часть денег вы потратили внутри Абхазии. По словам Георгия Криквискири, на такие процессы приходится довольно внушительная часть операций. К тому же в стране, где импорт превышает экспорт, ситуация с подобным оттоком денежных средств выглядит вполне логично. Абхазия – страна импортер. Мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем. На данный момент пока у нас нет сведений за полный 2023 год, но если исходить из тех статистических данных за первое полугодие, у нас экспорт составил 3,4 миллиарда, а импорт – 17,8. То есть мы в пять раз больше импортируем. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы товары производились в нашей стране, но, к сожалению, на данный момент это не представляется возможным, и мы значительную часть товаров экспортируем. Соответственно, значительная часть этой суммы составляет оплата импорта товаров. Однако любая экономика стремится к тому, чтобы доходы превышали расходы, и приток денег был выше оттока. Ахра-Аристава неоднократно предупреждал о том, что возникнет ситуация, при которой деньги из страны будут уходить все в большем и большем количестве. И говорит эта ситуация, по мнению Аристава, о том, что государство не поддерживает экономику. И если бы прислушался кабинет министров, предложил бы закон о валютном регулировании контроля, перешел бы, внедрил бы для малого бизнеса налог с оборота, поддержал бы наших сельхозпроизводителей, поддержал бы крестьян, не в размере 100 миллионов, как это они сделали. Это вообще ни о чем. Вы видите, какие цифры. За 70 миллиардов рублей из страны уходят деньги. И та ситуация, которая начала складываться с 2021 года. Откуда эти деньги? Россия нам помощь не увеличила. Пенсии гражданам России, проживающим в республике Абхазия, тоже на эти суммы не увеличила. И это, естественно, туристический поток, который сложился в связи с событиями вокруг Украины. Как рассказывает Ахра Аристава, подобная ситуация наблюдалась до 2014 года. Тогда государство столкнулось с тем, что нечем было оплачивать железнодорожный кредит. И тогда, в 2015-2016 годах, был принят ряд мер для поддержки экономики. И сальдо в трансграничном обороте денег несколько лет продержалось со знаком «плюс». Более чем 4 миллиарда рублей был в 2014 году, отрицательный баланс. В 2020-м был плюс 6,5 миллиарда рублей. То есть денег к 2020 году на 6,5 миллиарда рублей оставалось больше. За счет того, что в 2015-2016 году смогли провести ряд реформ, несмотря на митинги, несмотря на демонстрации, увеличилось производство водки почти в более чем 2 раза. Производство вина почти в 3 раза. Производство пива почти в 4 раза. Даже кондитерские изделия в 2016 году, рост производства был в 6 раз. Это 600 миллионов, которые остались только от кондитерских изделий, которые остались в республике Абхазия. До 2014 года, я думаю, вы помните, наша торговля была забита российскими тортами, кондитерскими изделиями. Сейчас их практически нет. Чтобы деньги в стране задерживались, по словам экономиста, необходимо поддерживать местный бизнес, туристически-производственно-сельскохозяйственный, поддерживать с помощью налоговой политики и открыв доступ к заемным средствам и субсидиям. Для этого есть у государства налогово-тарифные рычаги, которыми нынешнее правительство вообще не пользуется. Они сделали ставку на льготы, 4 года рассказывают про льготы, никакого эффекта, не будет никакого эффекта. Это прошлый век, понимаете, это яркий пример Латинской Америки. К чему приводят эти льготы? Пусть посмотрят цифры капитальных вложений иностранного капитала в ту же Венесуэлу или там в Перу, или вон, посмотрите, что в Аргентине творится сейчас. Гиперинфляция. И эта политика – это прошлое. Если из страны уходит больше денег, чем приходит, это значит, что у бюджета всегда будет нехватка средств на покрытие минимальных расходов. Например, оплату перетока электричества или кредиты для предпринимателей. Если мы это не будем делать, поддерживать местного производителя, естественно, вся прибыль будет уходить иностранным производителям. И мы окажемся, как сейчас, в ситуации, что у нас даже нет денег, чтобы один мусорный завод построить. Это же миллионы людей, после которых остается мусор. По словам начальника управления исследований информации и статистики Национального банка Георгия Криквискири, учитывая другие более позитивные финансовые показатели, нельзя расценивать отрицательное сальдо в трансграничном обороте денег, как симптом смертельной болезни абхазской экономики. Если бы данный показатель каким-то образом коррелировался бы или оказывал бы прямое или косвенное влияние на денежную массу, то мы бы не смогли наблюдать ту ситуацию, которая у нас сложилась, допустим, на 1 января 2024 года. Если брать сводный баланс кредитных организаций, у нас ситуация такая, что вклады населения у нас выросли с 2,5 до 3,3 миллиардов. Средства на безналичных счетах, то есть на счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей или организаций, тоже выросли порядка где-то на 1,2 миллиарда. И даже сумма в кассах кредитных организаций, она тоже выросла на 700 миллионов. То есть, если бы мы наблюдали подобный отток, у нас невозможно было бы обнаружить такое значительное увеличение на счетах, как и по безналу, и на личных денежных средствах, в кассах и на счетах в кредитных организациях. Но при этом мы видим, что бюджет Абхазии дефицитный. Расходная часть значительно превышает доходную. Абхазия не в силах в полной мере оплачивать переток электроэнергии. Нет возможности восстанавливать крупные стратегические объекты за счет собственных средств. Нет возможности поддерживать сельское хозяйство в той мере, как это необходимо фермерам. И самый простой пример. Пенсии и зарплаты не успевают за растущими ценами. Таким образом, получается, что отрицательная сальда в трансграничном обороте денег, пусть и не показывает в целом, как выглядит сегодня абхазская экономика, но отражает основной ее аспект. Денег больше уходит, чем приходит. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. За прошедшую неделю в Гудаутском районе было изъято 117 аппаратов для добычи криптовалюты. В администрации Гудаутского района прошло еженедельное совещание. Исполняющий обязанности глава администрации Гудаутского района Рауль Лолуа дал положительную оценку работе штаба по противодействию и выявлению незаконной деятельности по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба администрации. Сообщение правоохранителей. Двое жителей Гудаутского района обвиняются в совершении разбойного нападения. Житель села Приморская Мато Феликс Асланович, 2002 года рождения, житель села Лыхны Борцитс Никита Олегович, 2005 года рождения, напали на железнодорожных путях в городе Гудаута на человека. Отобрали у него наплечную сумку и похитили деньги. При себе нападавшие имели газобаллонный пистолет модели МР-654К и Биту. Преступления оперативно раскрыты сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с отделом уголовного розыска Гудаутского РОВД. Сотрудники МЧС Абхазии ликвидировали основные очаги пожара в Чемчирском районе. МЧС просит граждан не поджигать сухостой. Ситуация нами контролируется. Основные очаги пожара удалось ликвидировать. Но из-за сухой погоды сохраняется опасность возникновения новых возгораний. «Мы настоятельно просим наших граждан не расчищать свои участки от сухой травы и кустарников с помощью огня. Если пожар перекинется на деревья, то локализовать очаг возгорания будет значительно сложнее и потребует больше времени», сказали Абстный пресс в пресс-службе спасательного ведомства. Черномор Энерго начал отключать свет злостным неплательщикам. По словам главы Энергосбыта Саида Блаба, первыми в списке стоят фирмы-индивидуальные предприниматели. Их отключают в судебном порядке. Задолженность предприятий будет рассчитываться по тарифу, который действовал в период неуплаты, уточнил он. Общественный активист Джансух Адлиба заявила о создании национально-освободительного движения «Свобода». На канале Абаза ТВ продолжается новый проект «Реки Абхазии». Это 8 документальных фильмов о реках республики Кудрыб, Зыпь, Хапстам, Чищ, Гумста и других. Основные параметры рек и их особенности – топонимика, хозяйствующие объекты, экологические вопросы, проблемы загрязнения. На эти и другие актуальные вопросы журналисты канала попытаются ответить в документальных фильмах. Второй фильм о реке Мчищ или, как еще ее называют, «Черной речке». Это горная река, но по своему характеру она очень напоминает равнинные реки. Очень небольшой, незначительный объем твердого стока выносится этой рекой, так как карстовые воды не несут за собой твердого материала. Температура вот этой самой речки постоянная. Здесь находится оборонительное сооружение, которое было построено людьми. Река Мчиш – это природный объект в Абхазии, который образует уникальную экосистему. Ущелье и реку богато органикой и широкой поймой, с прудами, идеально подходящими для разведения рыбы. В середине 70-х в Абхазии находился с официальным визитом министр продовольствия и лесного хозяйства Японии – Дзенко Судзуки. И, соответственно, как одно из интересных мест, а тем более, что он был по профессии сам изначально, по образованию рыбовод, рыбохозяйственник. Его пригласили посетить, ознакомиться с форелевым хозяйством. Ему, естественно, показали рыбу и, как положено, встречая гостя, приготовили эту рыбу. И когда он сел за стол, попробовал рыбу, он сказал, обращаясь к рождену Датовичу, «Вы мне показали одну рыбу, а угощайте меня дикой рыбой». На что он сказал, «Ну как же так, я не могу обмануть гостя». Поднялись из-за стола, пошли, на глазах у него поймали рыбу, почистили, на глазах у него пожарили и поставили опять на стол. Он попробовал, встал, поклонился и принес извинения за то, что подверг сомнению. Это вот показатель того, что качество этой воды, даже из обычной, широко используемой в искусственном выращивании рыбы, в рыбоводных хозяйствах, под влиянием этой воды, рыба приобретала вкус дикой форели. Это вот очень такой показательный пример того, что собой представляет река, чеще-то ее воды. Как считают ученые, этот родник – один из многих выходов в разветвленной сети тоннелей внутри горы Напра. «Вся эта система представляет собой одну картину карстовых полостей, которые интересны не только местным, но и туристам, спелеологам. Здесь можно проводить какие-то международные симпозиумы для спеологов». В конце 80-х годов, когда археологи сумели исследовать некоторые пещеры карстового комплекса горы Напра, появилась гипотеза о том, что в недрах Бзыбского хребта прячутся залы объемнее и живописнее новоафонской пещеры. Были планы вскрыть их для организации нового туристического маршрута. Но этнографам удалось отстоять это место и не допустить того, чтобы у истоков Черной речки велись взрывные работы, так как они уничтожили бы уникальную скальную крепость и нарушили экологию реки. В соответствии с графиком мы отбираем воду в реке Чишта совместно с сотрудниками Института экологии. Они нам оказывают тоже содействие. Для чего это нужно? Потому что река Чишта имеет рыбохозяйственное значение. Как вы знаете, там находится форелевое хозяйство, и все показатели жестко нормируемые. Мы выезжаем, убираем пробы и контролируем по параметрам, такими как жесткое содержание растворенного кислорода, содержание тяжелых металлов, ну и много-много других параметров. Потом мы готовим протоколы и сравниваем с нормативными показателями. Конечно, оказывает влияние какой-то период, то есть это межене или паводок. Потом, в принципе, там нет никаких предприятий, которые бы оказывали негативное влияние на состояние реки. Поэтому только природный фактор. Можно сказать, что Чишта одна из самых чистых рек в Абхазии. Фильм второй из цикла «Реки Абхазии. Мчиш» смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. 21 февраля исполнится 150 лет со дня рождения патриарха абхазской письменности и литературы народного поэта Абхазии, просветителя и историка Дмитрия Иосифовича Гулия. Телекомпания «Абаза ТВ» специально к этой дате запустила цикл видеозарисовок на стихи и цитаты Дмитрия Иосифовича Гулия. Субтитры создавал DimaTorzok «Он и она» – премьера спектакля на сцене Абхазского государственного драматического театра 26 и 27 февраля. Постановка приурочена к 150-летнему юбилею основоположника абхазской литературы народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Спектакль будет поставлен по мотивам произведения Гулия «Переписка парня и девушки». Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Роли исполняют народные артисты Абхазии Виолетта Маан, Кесоу Хакба, актеры Абхазского театра Гунда Ажиба, Гудиса Тодуа, Цаала Инабжба, Кристина Цымцба, Алхаз Шамба. 13 февраля – день рождения народного поэта Абхазии. Кавалер ордена Айдзабша второй степени – член Ассоциации писателей Республики Ружбе-Смыр. Ружбе-Смыр Русбе-Смыр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении многих лет вы работаете на кафедре абхазской литературы, передавая свои знания и опыт подрастающему поколению. Ваш профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к работе вызывают глубокое уважение коллег и студентов. 12 февраля в Цхинвале на сцене Госдрамтеатра состоялся благотворительный концерт Государственного оркестра народных инструментов «Айзалт» в поддержку Фонда Национальной картинной галереи Абхазии. Зрителям были представлены более 20 музыкальных номеров, а также прозвучали классические произведения в современном исполнении. Зрители аплодировали стоя. Все вырученные средства от продажи билетов будут зачислены на специальный счет Минкультуры Абхазии. Синдром Стендаля у молодого студента. В «Спутник» рассказали о предстоящей премьере романтической комедии «Только не падай». Режиссер и сценарист картины Усман Тарба на пресс-конференции поделился деталями сюжета. Идея абсолютно спонтанно возникла. Как-то все так сложилось, что именно вот такой сценарий захотелось написать. Моя первая работа, небольшая короткометражка, она абсолютно полна от этого положенности вот этой работы. Но как-то так сложилось, что именно романтическую комедию получилось написать. Не могу прям конкретно сказать, что меня сподвигло на написание именно вот такого вот сценария, но пришло именно так. О чем сам фильм? Сейчас глубоко в подробности вдаваться не буду. Там история о молодом человеке, о студенте. Он был абсолютно обычным, но одна небольшая деталь такая у него была, которая отличает его от большинства. У него было и есть расстройство, которое называется синдром стендаля. Это такое расстройство, когда человек очень такая нераспространенная болячка. Вот. И это синдром, при котором человек от сильных эмоций теряет сознание. Вот. Ну и вокруг этого строится у нас сюжет. В завершении выпуска о погоде. В среду, 14 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление понижено и нестабильно. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20. Температура морской воды плюс 11. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова